Румяные караваи, сыры из козьего молока, глиняные игрушки, украшения из природного камня и живая рыба прямо из бассейна. На агротуре столы ломились от кубанских угощений и сувениров ручной работы. Это не просто деревянные игрушки, а эксклюзивные раскраски. Рисовать на них нужно акриловыми красками. А что зависит от фантазии ребенка. Владимир Мозалев – ремесленник с трехлетним стажем. На ярмарку приехал вместе с женой. Она делает куклы-мотанки, вышивает и ткет пояса на станке. Кстати, тоже созданном руками мужа. Как вспоминает Владимир, вдохновение появилось с пополнением в семье. Игрушки-мастери для внука, технологии делятся на ярмарках народных умельцев. Детвора любят, чтобы крутилось, вертилось, дергалось. Это специально, чтобы дети красиво, приятно и разные породы делят. Дуб, вишня, бук, бамбуковые палочки, сосна, вишня. В Анапе живут не только мастера-ремесленники, но и настоящие устричные сомелье. Этих моллюсков привезли из акватории Малого Утреша. Она считается самой чистой и благоприятной для выращивания морского деликатеса. Мальков завозят из Франции. Растет устрица три года, а поедание моллюска – настоящее искусство. Устрицу нужно смаковать. Это медленная еда, еда для наслаждения. Поэтому устрицу мы можем мариновать не только лимоном. В устрице идут разные соуса. Французы делают луковый соус. В Америке используют томатный табаско. Для общественности уже узнаваемый продукт, потому что три года назад о нем практически еще никто не знал. За вот эти три года уже благодаря вот таким мероприятиям у нас люди начали видеть, слышать об устрицах. И очень много людей, которые впервые приходят пробовать к нам свою первую устрицу. Идеальным дополнением кустрицы гурманы считают белое сухое вино. Свою продукцию на ярмарке представили и анапские виноделы. Их кооператив был основан пять лет назад и базируется в целой винной деревне около станицы Гастагаевской. Производители ручаются за качество и натуральность напитков. А уникальный климат и ландшафт анапских долин влияют на вкусовой букет. Анапская долина на широте Бургундии находится. И климат мягкий от моря, и достаточно солнечная температура позволяет выращивать очень качественный виноград. А если качественный виноград, соответственно и качественное вино. Анапская долина вообще считается лучшим местом в России для производства вин. Праздничные настроения создавали анапские фольклорные коллективы, ансамбль народных инструментов и актеры театров. Экспозицию города-курорта посетил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он пообщался с мастерами народных промыслов, фермерами и ремесленниками. Спасибо вам, что сегодня самое лучшее, что есть в нашем народе, вы показали вот на этом празднике, на этом событии. А вместе мы делаем ту самую экономику, о которой всегда говорим. Она нам нужна, потому что это наша жизнь, это возможность жить хорошо. Агротурин, шанс, давайте его тоже не упустим. Маленькое, маленькое направление, но из которого можно сделать неплохой бизнес и наполняемостью бюджета. Агротуры, которые мы проводим в крае и нас туда приглашают, мы пытаемся развивать это для тех территорий, куда приезжают гости отдыхающие. Пусть это маленькая толика в бюджет, но она все равно будет идти, потому что приезжают, смотрят. И вот это агротуры. Вот у нас 17 агротур маршрутов, которые есть, там вот есть карта, мы показывали. То есть многие люди даже не знают, как делается вино, как выращивается виноград. А на этих агротурах они знакомятся, знакомятся и видят. В агротуре 2019 свою продукцию представили 400 ремесленников, 100 сельхозпроизводителей и владельцы аграрного туризма со всего Краснодарского края. Она поудостоилась трех наград. Третье место в номинации «Лучший средний объект аграрного туризма» занял первый винодельческий кооператив. Мастер из станицы Гастагаевской Роман Ивановский стал вторым в номинации «Шорное дело» и «Изделия из кожи». А руководитель Народной студии «Истоки» Евгений Козлов был отмечен почетной грамотой Законодательного собрания края. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион.